Выборы Киевсовета и столичного мэра должны состояться в последние воскресенья октября 2015 года. Такой вердикт сегодня вынес Конституционный суд, разъясняя хитросплетение украинского законодательства. Но с этим решением не согласна оппозиция и намерена добиваться выборов столицы уже нынешней осенью. Мэрские хроники в материале Валентины Левицкой. Все смешалось в столичной власти. Пять лет назад в конце мая на внеочередных выборах киевляне проголосовали за депутатов Горсовета и мэра Леонида Черновецкого. Но градоначальник Весельчак досрочно ушел в отставку в июне прошлого года. Живет то ли в Израиле, то ли в Грузии, а Киев без мэра. При этом с главой городминистрации, которого назначил президент. Полномочия Горсовета по Конституции пять лет, то есть истекают в ближайшее воскресенье. Но за последние годы успел измениться закон о выборах и изрядно запутал ситуацию. Дату проведения голосования должна назначать Верховная Рада, но там по-разному толкуют сроки выборов. Поэтому депутаты-регионалы обратились в Конституционный суд, дабы он разъяснил, когда же киевлянам голосовать. Таким образом, нынешние депутаты Киевсовета получили разрешение работать еще два года. И хотя вердикт КСУ обжалованию не подлежит, оппозиционеры уже заявили, будем обращаться в Венецианскую комиссию и требовать проведения выборов нынешней осенью. Но уже не очередных, а внеочередных. Мы сейчас спадали, чтобы призначитесь позачерговые выборы Киевского местного постанова, местного главы и депутатов Киеврады на 27 жовтня. Никто не заважает нижнее решение Конституционного суду призначитесь позачерговые выборы. Лидер Батькивщины решил пойти еще дальше и потребовал радикальных решений. Мы требуем от Центральной избирательной комиссии лишить полномочий депутатов Киевского городского совета, обнулить партийные списки и депутатские мандаты, в том числе фракции Всеукраинского объединения Батькивщина. Регионалы с решением суда не спорят и намерены зарегистрировать свое постановление о дате выборов в Киеве на октябрь 2015 года. А до тех пор считают Киевсовет легитимным. Депутаты Киеврады припинят свои повноважения в тот момент, когда будет выбрана новая Киеврада. Мы имеем еще термин времени для того, чтобы прийти до сгоды и принять единственный закон про столицу, где объединять посадки главы Киевской администрации и главы Киеврады. Владимир Макеенко прогнозирует, что проект восстановления о дате выборов в столице парламент может рассмотреть уже на следующей неделе. Валентина Левицкая, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер.